Продолжим наше занятие по актам, протоколам, заявлениям и рассмотрим сегодня целый ряд образцов, которые у нас есть. Начнем мы с вами с очень важного документа, который нам нужен, когда мы рассматриваем договор управления. Достаточно часто в этих договорах есть пункты, которые нас не устраивают, и, соответственно, мы должны провести совещание и составить протокол разногласий. Вот все, у кого он есть, могут его вытащить и посмотреть. Но, вот у нас с вами есть разногласия, да? Мы собрались на совещание. А каким образом мы вообще... Кто будет представлять наши интересы, кто будет представлять интересы управляющей организации? Каким образом мы собираемся на совещание? Откуда мы знаем, что оно назначено, а управляющая организация откуда знает? Это вопросы, которые входят в делопроизводственный порядок. Вот первонаперво мы находим с вами в самом конце два вида документов, которые называются телеграмма и телефонограмма. Еще несколько лет назад при слове телефонограмма, значит, эти девочки с наманикюренными пальчиками, которые из себя изображевывали секретарей, просто широко открывали глаза и говорили, что они такого документа не знают, и такого не бывает. Так как телепроизводственная культура извещения, так сказать, в 90-е годы погибла, и вот только совсем недавно стала возрождаться. Между тем, телефонограмма – это важный документ в согласовании даты, места встречи, кто будет, и повесток дня, и так далее. Вот посмотрите, это 12-й образец, форма телефонограммы. Мало кто умеет их составлять и передавать, хотя телефонограмму может отправить в управу или в управляющую организацию любое лицо, любой собственник дома. Вот обратите внимание, слева колонка наименование предприятия юрлица. Это в случае, если мы отправляем куда? В управляющую организацию. Вернее, если из управляющей организации к нам, например, идет сообщение. А мы, например, домком. Так как дома домкома не отменены, невзирая на то, что большинство начальников утверждает обратное, до сегодняшнего дня действует постановление Совета Министров и ВЦСПС, которое, так сказать, открыло эру домкомов. И не ликвидировавшиеся домкомы имеют такое же право на существование, как и Советы домов. Кстати, появление Советов дома мы обязаны им тем, что либо те, кто готовил эти включения в ЖК, вообще не подозревают о существовании такой формы управления, либо она их не устраивала, потому что это чрезвычайно демократичная форма управления домом. И полномочия домкомов очень велики. Зависит от того, что решило собрание. В их пишется положение о домкоме, и можно себе работать. Итак, допустим, управляющая организация такая-то. Ну, это какой-нибудь ГБУ-жилищник, условно. Должность с фамилиями отчества сотрудника, передавшего телефонограмму. Ну, например, иногда пишут «из приемной секретарь Иванова» или «инженер». Справа адресат. То есть кому? Нам. Председателю совета дома. Совет дома. Просто. Члену совета дома. Фамилия Иванову Иван Ивановичу, да? Принял кто? Иванов Иван Иванович. Вообще строго текст звучит так. Телефонограмму принял член совета дома или просто собственной квартиры номер 43, такой-то. Вот. Номер телефона и время приема. То же самое. То есть время приема у принявшего всегда конец передачи. Конец. Этот в начале указывает, он начал передавать в 16.49, а закончил в 17.04. Значит, телефонограмма. Это он текст диктует тот, кто ее посылает. Так и начинается со слов «Запишите телефонограмма от 20 марта 2016 года, номер какой-то». Если раз, первый, номер один. Место составления пишут. Управа района такого-то. Или администрация города такого-то. Департамент такой-то. Текст телефонограммы. Телефонограммы всегда очень короткие, как и телеграммы. 50 слов, не более. Предлагаем провести совещание по вопросу, разногласиям. Все выбрасываем, по выбрасываем, вопросу разногласий, договора управления. Значит, ГБУ-жилищник, дом номер 5, улица такая-то. Все. Тогда-то, там-то, согласие и сообщить. Вот текст. Вот это в 50 слов надо уложиться. Обратное. Мы им пишем. Совет дома, да? Ну, подпись тут, конечно. Наименование должностного лица, подписавшего телефонограмму. Значит, вообще это подписывают руководители предприятия и заместители руководителей. Если в управах это начальники отдела ЖКХ, просто если. Вот они могут подписывать, например. И обратное. Мы им передаем. Датой телеграфонограммы не согласны. Предлагаем, там, 24 марта 16 в 15.00. Там 15.00, допустим. То есть, это вот такой обмен. Договорились. Собрались. Приходит человек и говорит, что он от управляющей организации. И вот тут вот у нас возникают некоторые вопросы. Слайд. Следующий. Смотрите, кто пришел. Это называется. Вопрос о том, с кем мы ведем переговоры. Кто участвует в нашем собрании. Важнейший вопрос сегодня. Потому что очень часто на собрание и на встречи отправляются неуполномоченные лица. И если результат собрания или встреч не устраивает руководители, они заявляют, что это был человек, который случайно шел мимо, и его чрезвычайно заинтересовал факт того, что несколько человек стоят во дворе. Итак, сейчас я тут доберусь, у меня просто черти где. Смотрите, кто пришел. Ну, кто может прийти? А, руководитель предприятия. Кто это у нас? Или подрядчик. Такое, кстати, тоже возможно. Допустим, там у нас собрание по поводу проекта капитального ремонта. Нам прежде всего нужен кто? Представитель проектной организации, которая обследовал наш дом. Да? И сейчас делает проект. Поэтому может быть подрядчик. Руководитель предприятия. Второе. Руководитель органа исполнительной власти или местного самоуправления. А кто это у нас? У нас это главы администрации. Эх, господи. Главы управ. А в Подмосковье, например, это главы администрации городов или районов. Это исполнительная власть. У нас это управа, префектура или администрация города. А что такое орган местного самоуправления? Ну, это Совет депутатов вообще-то. Муниципалитет – это его исполнительный орган. Мы их как раз не зовем. А кого-то из Совета депутатов. Потому что мне кажется, что даже в регламент Совета не входит возможность поручать муниципалитетным работникам вот такого рода вопросы. Хотя не исключено. Но мы сейчас до этого дойдем. Б. Второй вариант. Смотрите, кто пришел. Представитель. То есть не руководитель организации или учреждения, или органа местного самоуправления, а представитель кого-то из них. И тут сразу принципиальная разница. Руководитель любой действует без доверенности. Это отличает его от всех должностных лиц, между прочим. И вообще просто от сотрудников, даже высокого ранга. А представитель только на основании доверенности. Этот вопрос нашими неискушенными в тонкостях доверия передоверия гражданами совершенно упускается из виду. Если я участвую по просьбе кого-либо в их собрании, первый вопрос, который я традиционно задаю, в силу того, что это необходимо, это кто вы такой? Каковы ваши полномочия? А знакомьтесь с ними, пожалуйста. Потому что просто приходят дяди и тети, которых... Мы все знаем Марью Ивановну. А что Марью Ивановну вчера уволили? Это тебе забывают сообщить. Заранее знаешь, что чтобы она не подписала, все можно будет отменить, дезавуировать. Итак, что проверяем? По категории А. Казалось бы, руководитель действует без доверенности. Все мы знаем Ивана Ивановича, он хороший человек, он руководит нашим ЖЭКом. Это ровным счетом в вопросах проведения собраний и переговоров, когда есть разногласия, ничего не значит. Что должен к своему изумлению, причем тяжелому изумлению, приволочь с собой руководитель? Ну, прежде всего он должен доказать, что у него сегодня должность руководителя. Потому что, повторяю вам, вчера была, сегодня нету. Утром просыпаетесь, что слышите в первую очередь из Центрального банка? О лицензии, решении лицензии. Вместе с потерей полномочий, да, распоряжаться, подписаться. Вчера вечером банк был жив-здоров, утром привет. Значит, вот это то же самое. Итак, доказательство того, что его должность, это его должность. Свежая выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. То есть, не двухлетней давности и не пятимесячной давности. Выписка из ИГРЮ, где написано, что руководителем нашей управляющей организации является директор, не знаю, начальник, как он называется, и фамилия его внесена в этот единый государственный реестр. И последняя редакция устава. Почему? А дело в том, что в уставе написано наименование тех, кто является руководящим или единым исполнительным органом данного учреждения или предприятия. В уставе, если вы его переименовали, вы должны вносить изменения в устав. Следовательно, эти два документа должны между собой совпадать. В уставе написано, что он из генералитета, он генеральный директор. В выписке из ИГРЮ написано, исполнительный орган, генеральный директор, фамилия такая-то. И вот вы смотрите, как вы думаете вообще, у него на лбу написано, и у него все-таки есть какое-то удостоверение или вообще чего-то. Есть приказ о назначении его вот этим самым товарищем, теми, кто управляет этой формой предприятия или учреждения. Если это общество с ограниченной ответственностью, кто знает, кто назначает генерального и вообще директора? Пайщики. Общество – это пайщики. Во всех видах акционерных обществ – это акционеры. В кооперативах, кстати, тоже пайщики. Ну, все виды по кооперативам абсолютно. Потребительских или строительных не имеют никакого значения. Вот. Значит, там это решение либо... Потому что стороны в этих процессах равны. Теперь у нас есть руководитель органа исполнительной власти, то есть вот управа, администрация и прочее. Вот должен быть приказ о назначении. Приказ о назначении. И должно быть положение об этом органе. Например, администрацию города Иваново назначается по решению и согласованию... По решению губернатора и согласованию с Советом депутатов города Иваново. Вот, дорогой друг, во-первых, у тебя перед кабинетом это должно все висеть в рамочках, чего у нас через раз нет. А во-вторых, неси надлежащим образом заверенное на собрание. Если ты уж появился, вот, то, пожалуйста, охарактеризуй себя вот с точки зрения важности вообще принимаемых решений. Теперь дошли до представителей. А, у руководителя местного самоуправления, если он явился. Например, глава Совета депутатов у нас в районе Тексишки, госпожа Игнатьева. Ну вот она пришла. Ее две трети собравшихся не знает. От того, что она заявит, что она глава, я скажу, да, я ее знаю, как вы понимаете. Это вообще не основание считать ее именно таковой. Значит, должен быть, она должна принести решение о том, что ее избрали сроком СПО, то есть у нее есть полномочия Совета. Эти полномочия ее должны быть в регламенте Совета или в положении Совета. Дело в том, что у нее может не быть таких полномочий ходить. Вот депутаты решили, что нечего в голове ходить на собрания трудящихся. И эти полномочия исключили. Она как депутат к своим избирателям на встречу с избирателем имеет право ходить сколько угодно и где угодно. А на собрания по поводу избрания определенной кампании или выбора способа управления, например, нет. Она может поприсутствовать как депутат, но тогда она, кто, в какую категорию у нас попадает в протоколе? Присутствовали, да, приглашены, да. Или просто присутствующие. Значит, что проверяем у представителя? Это очень серьезный вопрос. Ну, прежде всего, есть ли у него доверенность? Он что пришел? Я несколько раз сейчас, например, в поселке, в Пироговском, например, там юрист местной администрации являлся и спокойно говорил, я юрист администрации. Возможно. Ну, доверенность. Он был в шоке. Нет. Я говорю, ну, если нет, то собрание должно решить, вы будете присутствовать на этом собрании или нет. Он мне говорит, вы срываете собрание. Я говорю, я срываю собрание. Да вы срываете, если вы игнорируете закон. Вы этого знать не можете в силу образования и положения вообще, что вы обязаны явиться с доверенностью. Итак, доверенность. Казалось бы, вот принесли доверенность. Вот, ну, паспорт он, конечно, потому что мы же на собрании, да, если это собрание. Этого недостаточно. Доверенность подписывается конкретным лицом. А это лицо имеет право подписывать доверенность? Выдавать полномочия там, которые... Имеет право или нет? Значит, еще раз он повторяет. Кто имеет право выдавать доверенность на представительство от имени конкретного юридического лица, во-первых, написано в уставе. И, во-вторых, оформляется приказ. Настоящим я, ну, генеральный директор, приказываю юристу Иванову представлять интересы нашей компании, организации на всех собраниях, да, или в введение переговоров по поводу, там, несогласий, неустоек, не знаю чего. Вот. Без этого никуда. Приказ на стол. Приказ о том, что директор сегодня директор. То есть у нас два приказа. На право полномочия давать представителю. И мы должны сличить в это конкретное время, у него есть он вообще директор или кто, который приказ создал. Это не придирки. Вот у нас в конкретном сейчас деле товарищи назначают друг друга на год ровно. Каждый из них по годику там, генеральный. А вообще их четверо, и они одновременно все, значит, генеральные. А вот представьте себе ситуацию, что они полномочия подписали доверенность, а полномочия у них истекли. Что с доверенностью? Да, значит, новую выдавать, да, самих себя опять назначить и выдать новую доверенность. А все то время, пока их представитель поля кувыркался, то есть в суде, все его действия ничтожны. Юридически это ничего не значит, потому что это вообще не просто стороннее лицо, а вообще бесполномочия еще ко всему прочему. Понятно, да? Вот вам, пожалуйста. То есть это, кстати, это чрезвычайно дисциплинирует противную сторону. Когда они являются на собрании, обычно, вы знаете, это в школах проходит, прихожь, они уже сидят в президиуме. Хотя их никто туда не избирал. Разрешение, значит, сидеть визави им никто не давал. А все мы равны и должны еще только выбрать, кто будет вести собрание. Кстати, то котей будут сидеть, и то могут в сторонку, может, им там удобнее. Вот такая особенность. И тем более, когда у них спрашиваешь вообще, когда они начинают собрание, первый вопрос, вот так зарабатывается слава скандалистки. Потому что я задаю про первый вопрос. Простите, кто вы такие? Какие у вас полномочия? Почему вы ведете собрание? Кто вас избрал? И эти три вопроса обычно повергают их в шок. Потому что они просто приходят как к своим крепостным, к нашим гражданам. А граждане у нас люди, во-первых, неосведомленные и потом такие добродушные. Да ладно! Потом проходит два года, наступает эпоха полной разрухи. Они объявляются в администрацию с криком, что это такое, деется. Им говорят, а что такое? Я не Петров. Вы с Петровым ввели дела. А я за его действия не отвечаю. И все его собрания липа. Приехали. Правда, я должна сказать, что ни Петров, ни Иванов нас не интересует, потому что каждый из них только функция управления. Лично они совершенно все равно, кто они, какие у них фамилии, имена, отчество, пол, возраст и прочее. Это просто функция. Им обещала администрация. Все. И она должна там исполнять или наоборот не исполнять. Итак, значит, доверенность, приказ о назначении лица, который имеет право выдавать доверенность, и приказ о том, или подтверждение того, что именно в это время он является тем самым лицом, который имеет право выдавать доверенность. То есть у него есть полномочия на это время. Вот что проверяем. Теперь решим, что же это такое, это самая доверенность или что такое представительство. Ну, они пришли. В этой бумаге, которая называется доверенность, должна быть написана на бланке, желательно вообще говоря, на бланке, быть скреплена печатью, должна стоять дата, номер. Значит, могу вам сказать, что если, всегда указывается срок доверенности на три месяца, на год. Если не указан срок действия доверенности, она на год. Такое общее правило вообще есть. Что характерно для доверенности? Ну, во-первых, представитель не может совершать сделки, здесь у нас тоже участвуют в переговорах, действуя, вот говорит закон, о отношении себя лично. Он в интересах третьего, того, кто его направил вообще-то действует, понимаете? Ну, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев, предусмотренных законом. У нас как раз вот этот случай. От нас идет представитель домкома, он действует и в интересах себя лично, как собственника, и в интересах всего дома. В отличие от юриста в суде и адвоката, который в интересах себя лично не имеет права действовать, действует только в интересах доверителя. Вот такая вот, значит, особенность. Теперь содержание доверенности. Что самое важное в доверенности, значит, общие положения какие? Ну, кроме того, что все фамилии, имена, названия предприятий, даты, все должно быть написано без единой ошибки и помарки. Если есть помарки, они рядом должны быть написаны исправленному верить. Подпись должностного лица и печать, то есть проще перепечатать. Вот. Что в ней должно быть? Ну, прежде всего, доверенность – это всегда письменная уполномочия, хотя в суде есть устное заявление там. Вот. Вот здесь и написано. Письменная уполномочия представителя может быть представлена представляемым непосредственно соответствующим третьему лицу. Ну, то есть вот он пришел с доверенностью и представил его собранию. Или представителю переговоров. То есть вот он прямо непосредственно его представил, да? Которая вправе удостовериться, вот эти самые переговоры, переговорщики, которые из дома вредены, в личности представляемого, ну, то есть потребовать у него паспорт, да? Служебное удостоверение к этому. И сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. То есть доверенность осмотрена и к делу приложено. Удостоверяем там подпись. Там должно быть, что именно, для нас это важно, доверяется представителю. Итак, на собрании, что доверяем мы представителю? Право. Мы этого сразу прискочили. А участвовать? Можно же участвовать без права голосования, правильно? Например, мы отправили шпиона к ним, чтобы он слушал, только делал заметки. Значит, это что, право мы кое ему даем? Мы можем участвовать, да. То есть он даже выступать может, но голосовать не даем. Можем присутствовать, участвовать и голосовать. То есть принимать решение, да? Да. В какой форме? Например, мы можем ограничить право его голосования только тайным голосованием. Если есть тайное голосование, он участвует. То есть, а если нет, он отказывается участвовать в открытом этом самом деле. Потому что полномочия ему такие не даны. И наоборот. Или не оговаривать. Тогда в любой форме, да, может они там вообще в ручеек будут играть, кто за справа, кто слева, там, посиди не бежит. Председатель не считает. То есть понятно, да? Это условие очень важное. Вот у нас разногласия. Представляете себе, какие полномочия, не мы, мы свои интересы знаем. Хотя домком или совет дома, если весь не присутствует, он должен расписать своему представителю, что он там имеет право делать на этих переговорах, да? Что нет. Какие условия отстаивать и в каких формулировках. И обратное. Тот товарищ приходит, у него должны быть полномочия, на что он, если он имеет право подписи. А если он не имеет право подписи, то мы, это написано в доверенности, мы понимаем, что он с нами проведет переговоры, мы что-то согласуем, что-то нет. И он со своим экземпляром отправится куда? К руководству согласовывать, ознакомить, да? Получить следующий ЦУ. И опять встретиться. Чаще всего разногласия вот с такими представителями утрясаются и обговариваются. То есть приходит человек без полномочий на подпись. И круг его полномочий очень важен. Могу сказать почему. Еще. Представьте себе, мы совершенно серьезно отнеслись к договору управления. У нас есть несколько пунктов, которые мы, а, не согласны, или б, намерены изменить. Там в части какой-то. Приходит с той стороны человек, мы начинаем вести переговоры, а он говорит, а я не полномочен с вами обсуждать там, что рубль 20 сменяем на рубль 80, да? Я не уполномочен вот это вот заменить на то. Я не уполномочен решать что-либо. И вы понимаете, что к вам кого прислали? Пешку. Человека, который только отнимает, а при том, что у него есть доверенность. Ваше время. То есть он, выражаясь таким сленгом административным, не ЛПР. ЛПР это лицо, принимающее решение. Запомните это, потому что это аббревиатура, которая является важнейшей в переговорах. Вы знаете, что вот всякие дипломатические неувязки и разногласия между странами, они ведутся путем длительных переговоров. Вот в частности, потому что представленные с обеих или с нескольких сторон лица не принимают решения. Они только, у них есть право предложения, внесения, да, например, выслушивания, например, без права подготовки ответов. Они это увозят куда-нибудь там, там готовятся ответы. Либо с правом, допустим, чрезвычайный полномочный посол. Почему чрезвычайный и полномочный? Потому что он быстро-быстро летит, ситуацию конкретно разрешить на месте. А так посланник, подумаешь. Здесь та же картина абсолютно. Просто в дипломатии это гораздо более усложненный процесс. У нас попросче. Основная проблема. К нам присылают того, кто работает шпионом в доме. Он выслушивает, значит, все наши, докладывает руководству, вычисляет, кто из этих собравшихся самое слабое звено, с кем, кого можно купить, кого можно, да какой, ну какой убить, ну, запугать. А, да, да. И после этого, в следующий раз, либо, третий вариант, вернее, они, они, конечно, и в сочетании будут, в это время создается легенда о недоговороспособности, кого? Да граждан этих, ну, что с ними невозможно вести дела. Они, войдите, либо, если это из науки всякие там, то они агрессивные. Вариант номер два, понимаете, так нельзя сказать, что они просто с завода серп и молот, и с чем с ними разговаривать, о чем, да? А тут, значит, можно сказать, что они все такие агрессивные. Да, так у них есть зачинщики, и так, понятно, опять, значит, понятно, да? Значит, это очень важно. На переговоры вы идете как на бой, это вам не шуточки. И вы внешне абсолютно лояльны, улыбчивы и добродушны, но при этом держите ухо во строй, вычисляете. Первое, что вы определяете, это объем полномочий. То есть вы, получив доверенность, ее изучаете, вы имеете право по ней задать 158 вопросов. И если вы выясняете, что присланный вам поверенный ничем, собственно говоря, не уполномочен ни на что, то вы можете сразу в протоколе отметить это обстоятельство. Вот, смотрим протокол. Все вытащили, да? Желтенький такой. Ну, здесь есть протокол разногласий. Просто сформулирован между общим собранием собственников помещений в МКД или между домкомом, да, инициативной группой, там, жителями дома по адресу такой-то, и управляющей организацией. Поставщиком ресурсов, ну, все, что у нас там есть, там, проектным институтом, по капитальному строительству, ну, понятно, да? Настоящий протокол составлен, ну, город Дата, на основании совещания представителей общего собрания, так, значит, или домкома и прочее, с представителями управляющей организации. Присутствовали. И сразу вот начинаются фамилии и должности, да, указываются для представителей управляющей организации. Также фамилии и имя, отчество, членов домкомов, инициативных групп, там, жителя. Далее, подтверждение полномочий. Потом приглашенные фамилии и имя, отчество и должности. То есть сначала описываем формальную, да, сторону. Кто? С какой стороны? И имеются ли полномочия? Решение домкома, решение общего собрания о том, чтобы начать такие переговоры. А с той стороны, вот, перечисленные вам, вот, в слайдах, значит, документы. Естественно, есть приглашенные. Я вам должна сказать, что во время вот этих протоколов, во время переговоров о разногласиях, достаточно часто бывают приглашенные. Приходит какой-нибудь главный инженер, да, и говорит, можно я посижу? Значит, решается этот вопрос. Или не скажите, хотят присутствовать. Это право, понимаете, на таких совещаниях, но без права голоса, и как наша судья Коробейщикова, не одна одна говорит, до первого вздоха. Дальше удаляю, все. И голову не поворачивать налево и направо, да, точно. Значит, повестка дня. Точно так же, как в протоколах указывается повестка дня. Рассмотрение глазногласий по договору управления, либо расчету стоимости содержания ремонта МКД, калькуляции расходов на управление и иное. Очень точно. Не вообще. До этого телефонограммой мы уже указали дату, время, да, и о чем. Либо это распорядительное заседание, у нас протокол разногласий. Здесь мы определяем, что о чем. То есть мы их ставим в известность. Ну, может, их не было на собрании, да? Мы их ставим в известность, что жители не согласны с расчетом содержания стоимости, да, и ремонта. Или вы принесли нам калькуляцию на текущий ремонт. У нас две недели дом валялся в истерике, значит, от смеха. А вы говорите нам, что это замечательная калькуляция. Ну, вот давайте, вот, будем вот рисать. Может, мы что-то не понимаем, может, вы что-то упустили и так далее. Вот. То есть повестка дня. Обязательно. Дальше слушали доклад представителей общего собрания. Ну, будем на собрании. И что именно? Очень строго. Первое. Прямо с разногласия начинают. Без всяких икивоков. Знаю управляющую организацию, как лучшую организацию города. 25 лет нас обслуживают. Уважаемые, это ничего не пишется. Пожалуйста. А то есть и такие протоколы. Одни панигирики там. Сразу. Уполномоченный общим собранием доложить следующее. Первое. Не согласны с калькуляцией об обшивке первого этажа серебряными плитами за два раза. Ну, это улучшенная окраска, она за два раза называется, когда высокая. Так. Дальше. Не находят подтверждения. Тоже формулировка абсолютно официальная. Что именно может не находить? Ну, кто вы думаете подтверждение? Расчеты. Стоимости. И указываем, если мы сильно грамотные, у нас есть сметчик какой-нибудь там в хозяйстве, или мы уже кому-то сбегали, прямо пишется. Не соответствует инструктивному письму там, не соответствует рекомендуемому, потому что это рабочий документ. Вы не думаете, что это развлечение. На этом основании можно очень много утвердить. В том числе принудить по суду заставить путем обращения в вышестоящую, например, в Минжилкомхоз, который является ведущей организацией. Для всех и всех видов собственности. Ну и третье. Тут мы все уже обросли перьями, крылья расправили. Предлагаем. Сдаться и не морочить голову у грудящихся. Значит, предлагаем. Тоже известная формулировка. Значит, тут может быть, например, такая врезка. Это расчеты, там, предложение номер один к настоящему протоколу. Ну, потому что ни в один текст невозможно впихать вот это. Понятно, да? Тут не указано, кстати, можно по. Потом идет очередь представителя управляющей организации. Его доклад. Слушали же? Вот его доклад. У него возражение представителя. Возражение приглашенных. Отметьте. Почему? Он как представитель специальных вопросов знать не может. Очень часто это либо главный инженер, либо юрист. А ему там пролкидные краски. Вот только ему этого в жизни не хватает. Поэтому берутся приглашенные, они начинают нам объяснять. А дети с нашей стороны не имеют значения. Что это совершенно не так, что мы не имеем представления о технологии, о процессах. И вообще вы деньги не даете. А хотите, чтобы у вас тут терема были, понимаете, это оно. Это воздвиженство. Понятно. То есть приглашенные. Их возражения фиксируются. Они их могут и письменно представить. Чего никогда не делают. И они тоже предлагают. Постановили. Ну тоже там приложение. То, что я сказала. Постановили. И вот тут миллион вариантов. Кстати, тут только описано. Две группы и четыре варианта. Значит, ну. Группа А. Вариант один. Принять возражения представителей общего собрания собственников. К сведению. Очень распространенный вариант. К сведению. Но с этим они идут вот к руководству. Вот это часто к сведению. Значит, это относится к тому, что они пойдут ставить в известность руководство. Учтите, что этот протокол не единственный. Вы будете много раз встречаться. Ну вот, к сведению. Второй вариант. Согласиться целиком. Либо согласиться частично с возражениями общего собрания. Внести соответствующие изменения в проект договора управления. Ну там можно по пунктам. Это второй вариант. И третий. Согласиться целиком с возражениями общего собрания. Создать комиссию из представителей сторон для выработки компромиссного варианта договора управления. Это самый лучший и наименее часто встречающийся вариант. То есть, чтобы создать комиссию и выработать какой-то договор, да ни за что. Почему? Потому что, учитывая, что они сотни домов обслуживают, если один такой бунтующий дом, да, вынудит их изменить в принципе договор управления, то все остальные дома либо побегут, либо эти бунтовщики принудят их через вышестоящую организацию вот этот договор конкретный принять за основу или вернее ведущим для всех остальных домов. Для нас это, кстати, очень-очень характерно. Полная недоговороспособность. Неумение вести переговоры. Неумение уступать. Неумение вести вообще дело последовательно. В интересах обеих сторон. Потому что не бывает так. И ты уступил немножко, то вот какая линия. То есть, и все немножко пострадали. Ну, это... Ну, что делать? Иначе дело доходит до судебных разбирательств и всего чего угодно, и уголовных дел. Когда одна сторона не сумела другую призвать к порядку, кончается все уголовными делами в конце каждого года. Но этого понимания нет. И Б. Это вообще самый распространенный. Вариант один. Принять к сведению возражение и доложить вышестоящую организацию. Назначить следующее совещание на... Эту фразу просто из-за листа мне было жалко. Ее выделяют отдельно. Ну, назначить следующее совещание, оно в любом случае пишется. Либо пишется, что на этом переговоре что? Прекратить. Либо приостановить. Если первый раз к вам пришли, вот выяснилось, что насчет полномочий у них с Гулькин нос, то мы проводим это совещание, принимаем решение на их, что принять сведению возражения и доложить, да, там, значит. И назначаем следующее. Уже все потом на втором-то и уже же доложено. По существу обсуждено. Почему же не? Значит, собираемся в следующий раз. И вот здесь очень часто начинаются, вот тут начинаются игры. Мы вам звонили, у вас не было, никто не подходил к телефону в вашем домкоме или у представителей этого самого. Вам направили телеграмму, вы отказались ее получать. Нам запретил префект, глава города, губернатор, наместник Луны. Но никогда вы не получите, то есть это редко, чтобы вам написали, считаем бессмысленным вести с вами переговоры, идите к черту, будет так, как мы хотим. Обычно начинаются и вот эти уловки, более того, вы вынуждены и вы обязаны доказать, что никакой телеграммы и телефонограммы у вас не было, что ни в жизни никакой префект. Вы очень интересуетесь, это в обязательном порядке. Вы звоните в приемную, просите сидеть с префектом и прямо настаиваете на этом. Если нет, являетесь на прием вдвоем и втроем и в пятером и требуете объяснений. Почему? Говорят, я? Я впервые слушаю. А разве ваш дом в нашем районе? Это вообще, кстати. Как? Какая Беложайковая улица? Вы что? Беложайковская улица в соседнем округе. Да нет, господин префект, она наша, секретарь ему. И что? Вот они говорят, что вы им запретили. В общем, понятно, да? Это требует времени. Зачем, скажете вы? Да очень просто. Это не ссора двух подружек. Это переговоры двух представительств. И если вы докажете, что они валяют, это очень легко. Дурака? И дальше зависит, конечно, от поведения в вертикали. Еще несколько лет назад за это сурово наказывали. То есть, когда рынок еще не устоялся в его монополизме, то за это наказывали просто-напросто. И были совещания у префекта, и многие вещи вскрывались, почему они не могут понизить ставку или там, ну, мало ли что, там много чего происходит. Вот, добивались достаточно. Вот сейчас это совершенно нет. Просто нет. Потому что рынок этот якобы, вот этот монополизм, он закрепился. И второе. У нас постоянная лихорадка изменений управляющих организаций. То есть у нас каждые полтора-два года происходят, значит, какие-то очередные изменения. То у нас были ЖЭУ, ЖЭКИ, РЭУ, часть еще сохранилась, что самое интересное. Потом у нас появились ДЭЗы, но не в той, которая сейчас. Значит, ГУИСы, но не те, которые сейчас государственные казенные. Потом, значит, они все стали казенными. Потом часть их отменили, они бюджетные с правами коммерческих лиц. То есть, ну, понятно, да? Бардак, извините. С четвертого года прошло 12-11 лет. Ну, с пятого же приняли ЖЭКИ. За это время четыре раза полностью менялись формы, да, управления. Если не больше, я просто на четвертый перестала считать. Что это значит? Значит, пока они входят в курс дела в новых обстоятельствах, хотя это могут быть старые люди, которые просто меняются вывески, теряется вот этот самый навык управления переговоров, а наоборот, они закрепляют вот это сложившиеся, закаменевшие отношения со соответствующими расцентрами, да? Ну, и жители тоже, прямо скажем, ничего не знают, как всегда традиционно. Вот в Москве открытыми остались вопросы, почему и на каком основании правительство Москвы посмело запретить управляющим организациям заключать договора на теплооснажение с МОСЭНЕРГО вместо, значит, а приказало только с МАЭКом, что сразу дорожило на 30% наши платежи увеличиваются. Это же не раскрыто. Почему? Да, вот вам первое, даже ходить далеко не надо. И ряд других у нас есть такие, были приняты вот такие решения. Например, так они толком и не поделили. Во-первых, почему эти ГУИСы стали государственными казёнными учреждениями? Вот вы меня убейте. И те государственные учреждения, и эти государственные учреждения. Непонятно. Но размежевание по обязанностям между ГБУ, жилищниками и ГКУ, нет инженерной службы, так и не наступило. Невозможно, в документах, которые изданы, невозможно понять, кто чем занимается. При этом инженерная служба района подметает дворы. Вы мне можете объяснить, какое верхнее техническое образование нужно для этого иметь? А эксплуатационники этим не занимаются. Вот это не способствует взаимопониманию, как вы понимаете, сторон. То есть жители, как сторона в переговорах, отсутствуют. Но, тем не менее, протокол разногласия – это очень хороший инструмент, если им пользоваться. Но, опять, кооперативы, в которых по 20-30 лет безраздельно властвуют председатели, значит, со своими там клевретами, значит, они очень поздно просыпаются. Люди не понимают и не хотят этим заниматься. Обычные дома тоже, в свою очередь, люди просто вот сейчас, может быть, начнут как-то бороться. А так известны определенные дома, с которыми, держи ухо в остро, и надо отдельно там договариваться, которые выбили себе все, что считают нужным, они и так торчат, вот как одинокие такие какие-то скалы в этом океане беззаконно. Вот он заканчивается, подписи сторон с расшифровкой и новыми телефонограммами договариваются. Нет, если на каком-то этапе вы приходите к мысли, что это совершенно бессмысленно, если они укрываются, убегают от вас, вы подаете в суд и пытаетесь принудить их провести с вами эти переговоры. Потому что в законе написано, что решение общих собраний по содержанию ремонту с предательской фразой по согласованию с управляющей организацией. Знаете ведь, что эти расценки, которые мы хотим, они принимаются по согласованию с управляющей организацией. Так вот протоколы разногласий, это и есть согласование, попытка согласовать. Следовательно, если они уклоняются, значит мы можем подать в суд, потому что они препятствуют процессу согласования. Да, это вполне возможно. Но обычно подают в суд и тут же они бегут на переговоры и потом просят отозвать это заявление. Значит, суды возвращают в связи с тем, что и так вот события нет, собственно говоря, состава. Нет, ничего нет. Такое есть. Но, в принципе, это решаемый вопрос. И это очень зависит от масштабов явления. Когда вы в таком гигантском городе, как Москва, правительство, которое представляет собой вообще говоря просто... Ну что, это бандитская хунта. Мне, может, нечего про них сказать. То за счет законов, вы представляете себе, насколько это сложно. А если у вас город небольшой относительно, то можно очень многого добиться. Если это Ярославль, Тула, там, ну, какие-то вменяемых размеров города по полмиллиона, это проще. Но, с другой стороны, за счет того, что они вахтенным способом служат в Москве, и жизнь в этих городах для них это эпизод, то есть это опять города-эпизоды в их жизни, там тоже процветает произвол, просто потому, что человек приезжает раз в неделю, раз в две недели там погладит по голове ребенка. Все. На это его участие в жизни, этого города заканчивается. На этом раздел протоколы мы заканчиваем. И давайте-ка мы с вами посмотрим форму акта. То есть вторая проблема века – это акты. Есть? У меня, ну, вы, конечно, не получили. Да, у нас был такой акт по разрыву трубы, а я его что-то не вижу. Мы его то ли не распечатали. А, вот он был. А Марина Петровна в прошлый раз, мы забыли его. Значит, есть, у нас вообще две формы акта, вы на этот самый, на ролевую игру напомните мне, пожалуйста. То есть у нас, вернее, акт один и тот же, а два разных совершенно события. Одно событие – это любимое дело, разрыв трубы, да, и пролили шесть этажей, да, ну, да. Второе – это ревизия кассы в ТСЖ или кооперативе. Власть сменилась, и тут вскрываются сейфы, и начинается ревизия кассы. Ну, принцип один и тот же. Нашли вы этот акт? Восьмое, у меня восьмое, ну, и... Ну, вот у нас акт о ревизии кассы управляющей организации по адресу такому-то, дата и город. Ну, то же самое, ТСЖ, ЖСК, ЖК. Какое основание? А основание – приказ директора управляющей организации, если это ревизия кассы управляющей организации. Ну, про настоящее, там, провести ревизию, там, ревизор такой-то, там. А есть распоряжение председателя ТСЖ, ЖСК, ЖК, а может быть, по решению общего собрания. То есть это распоряжение издано во исполнение решения общего собрания. То есть в обычном работающем механизме просто издается распоряжение председателя провести ревизию кассы. Понятно, да? Если скандал или там давно не проводили, ну, мало ли какие обстоятельства, общее собрание обязывает провести внеплановую, например, ревизию, да? То тогда на акте написано, что это основание должно быть для акта, чтобы вы знали. Акты не просто так не пишутся. А, вот, решение общего собрания, ну, во исполнении решения распоряжение председателя. Или, почему нет, совета дома. Может, у вас там касса есть. Это я не знаю. Составлен комиссией. Председатель комиссии и члены. Должность председателя организации, значит, главный бухгалтер, бухгалтер, член домкома, жилец и член инициативной группы. То есть из чего состоит комиссия? Когда речь идет о деньгах, в обязательном порядке должен быть кто-то из бухгалтерии. Если только один бухгалтер, значит, этот бухгалтер. Если есть главный и просто бухгалтер, значит, главный бухгалтер. Где деньги, там обязательно бухгалтер. Ну, вот, представитель жильцов или член совета дома, или представитель совета дома и так далее. Понятно? Вы спрашиваете, если что. Это непростой такой материал. Ну, кто-то еще. Ну, в комиссиях же всегда несколько человек. Присутствовали. Но это при ревизии прямо. Кто именно перечислен? Такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года комиссия провела ревизию кассы по состоянию на дальше дата какой год. День, значит, на какой? На 15-й год. В результате проведенной ревизии установлено. Остаток наличных денег в кассе по состоянию на вот это число, месяц, год. Согласно кассовой книге, данным бухгалтерским учетом должны составлять столько-то рублей. А фактический остаток столько-то рублей недостаточно наличных денег в кассе. То же самое инвентаризация. Согласно инвентарной книге, да, в совете дома на средствах жильцов находится компьютер такой-то, то-то, принтер такой-то, да, шкафы книжные один и прочее. А обнаружено стол письменный и кресло. Где документы? А это не малоценка. Вы все знаете, что все делится на малоценную, то есть то, что списывается мгновенно. И по-настоящему, которое стоит больше 10 тысяч рублей, имеет там 5 лет его списывают, хотя он, бедняжка, через 2 года уже дает дуба, но это отдельно. Это вот, кстати, все. Это все остатки советской системы. Советская система учета была в этом смысле анекдотичной. Она предписывала всем, сколько лет что должно служить. Независимо от того, эксплуатируется это или нет, каково качество, марка, куда ушел технический прогресс и прочее. Уверяю вас, в каждой компании крупной, и за рубежом, и по-другому, там есть сроки амортизации, все есть. Но никто не командует вот этим самым процессом, там на весь этот какой-нибудь LG, да, корейский там на весь. Да это, ты хочешь, и ты должен выжить из этого механизма, да, как можно больше следить за ним и считать. Может быть, его ремонтировать дешевле, чем, и наоборот, там списывать. Взыскивать за нерадивые отношения и прочее, и прочее, и прочее. Именно на этом, кстати, и за рубежом все государственные корпорации тратят гораздо больше денег, чем частные. Там нет примеров, как и в нашей стране, чтобы госкорпорации обогнали частные. Ну, нету такого. Государство располагает работников к тому, чтобы относиться внимательно. Ну, все-таки, ну, как-то вот. А не поменять ли нам наш ленд-лороу? Да, пора, Джон, и меняем. Хотя он, может быть, еще 7 лет работает, мы его списываем и покупаем новую. Это характерно для всех госкорпораций, вот такие. И периодически возникают ужасные, там, значит, скандалы по этому поводу. А у нас это норма. Вот. Значит, у нас недостаточно наличных денег, либо инвентарная, да, там, недостаточно. Я, когда закончила уже аспирантуру, а наши два института, СНЕП-жилища и СНЕП-учебных зданий, в одном гигантском корпусе находились и находятся. Сейчас уже нет, на Митровском шоссе. Гигантский. Ты когда поступал, тебе давали проводника, и он тебя провожал на твое рабочее место. Без шуток. Более месяца я училась, как попадать к себе. В общем, и вот в соседнем институте, а уже была перестройка через какое-то время, уже всерьез, провели ревизию в этом самом учебном. И оказалось, что колоссальная недостача, а это бывшая Академия архитуры и строительства. Пропали полотна XVIII века, скульптуры, лампы, вазы. Значит, ну, то, что осталось от недобитых буржуев, значит, было частично размещено. Ну, я сидела в комнате, где висела два гигантских пейзажа, таких барберзонских обалденных. Значит, директора на даче нашли. Ну, в итоге-то уже запахло уголовным делом, не видно. Значит, вот такие вот моменты. Это типичный результат ревизии. То есть все имело инвентарные номера, потом это передача из музеев, это в пользование. И они никуда не могут пропасть, если правильно по книгам смотреть. Вот такая вот была история. Его сняли с работы, но никто его, увы, не посадил. Все вернулось на место. Вернулось, да. У него нашли дома на даче. Вот такая вот история. Нет, его уволили немедленно. Конечно, а как же. Это ж не это время было, а то. Вот. Итак. Настоящий акт. Вот есть зафиксировано недозначение. Все. Здесь не написано обратиться. Обратите внимание. Акты, в принципе, по ним решения принимаются отдельно. Понимаете? На самих актах не написано там. Кассиршу арестовать, привязать к стулу и пытать с пристрастием. Здесь просто писано. Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Обратите внимание. Значит, одно обязательно, первый в дело. То есть папка должна быть. Вот ревизии. Или этих самых аудиторских проверок. Вот должна быть в каждой организации любой. Есть папка номер один. Эта папка номер один. Там лежит подлинник приказа о создании этой организации. Министерство ли создало. Или решением общего собрания. Учредили. Племенной завод. Это папка номер один. Она хранится в сейфе. Вообще никому не выдается так попусту. Вот туда укладываются. Такая же точно папка. Есть ревизии и аудиторских проверок. Потому что у нас в СЖ и ЖСК каждые два года должны проходить эти самые проверки, которые никто не проводит. Каждые два года. Общие, это самые простые и детализированные, которые и вскрывают обычно. Кто должны? Должны для этого. Это единовременные затраты. Раз в два года этих самых кооперативщиков. Простая стоит 60 тысяч рублей, сложная от 100 и выше. Было бы много аудиторов, стоило бы дешевле. Чаще бы заказывали, может быть, было бы. Это же здесь такая история. Не заказывают, растут цены. Так, первый экземпляр в дело. Второй экземпляр директора управляющей организации. В данном случае отдельно председателю домкома и так далее. И третий, главному бухгалтеру. Ну, бухгалтер же есть. Естественно, лежащим образом заверенная копия такого скандала должна вывешиваться на доске, информационной доске, это самое... И публиковаться на официальном сайте управляющей организации. Чего они не делают. Но, чего они не могут не делать, это публиковать акты наказания жилищной инспекции. Штрафные санкции у них есть, раздел. И каждый этот штрафной санкц, где написано там, да, раскрывается полностью. Что обнаружил инспектор, значит, кроме арбузов. Это обязательное требование к официальному сайту. Вы скажете, ну и что? А я вам скажу, вот что. Вот представьте себе. Вы обнаруживаете, в общем, отчете, что у вас там есть работа по зиме, да, сбивание сосулек, очистка снега с крыши или карниза, еще это может быть отдельная работа, потому что вы же знаете, что у нас с конструкцией крыш с тех пор, как пришел гегемон, страшная проблема. Мы испортили углы наклона крыши, и у нас все оседает. Вместо того, чтобы съехать, там и оставить 10 сантиметров, которые достаточно для нагрева, вот у него пространство. Значит, у вас там есть и заложены деньги. Деньги иногда, я поражаюсь, огромные. На какой-нибудь дом, 160 квартир, полмиллиона рублей, 400 тысяч рублей. Что за 400 тысяч рублей? И что это за сосульки? И вот появляется, значит, появляется очень жалоба, является жилой инспекции, обнаруживает, ничего не сбито. Пишет штраф. Ну, они там сбивают или не сбивают тоже, и штраф назначается. Что это значит для нас? Эти деньги сидят в чем? В содержании и ремонте. Сбитие сосульок, это отдельная работа, как и очистка кровли. И она, вот помните, он говорил, что обязательно должен быть состав работ по рублям на метр квадратный. По содержанию и ремонту в приложении к договору управления должно быть приложение, которое называется структура платы. Структура платы за содержание и ремонт на метр квадратный. На метр квадратный жилой площади. Что это такое? Это вот эти 24 рубля 50 копеек, которые у нас, да, расписаны по раздел 1 управления, в том числе, раздел 2 санитарно-гигиеническое, в том числе. Ну, начинается дератизация, пропавшая дезинфекция, у нас что-то произошло, пропала дезинфекция. Дезинфекция, значит, мытье ковшей мусоропроводов, мытье самых мусоропроводов, подметание не знаю что, избивание сосульок, к вашему среднюю, да? И вот на них написано, что сбить метр, ну, в пересчете, это стоит, допустим, рубль 80. Но их же не сбили. Факт доказан. В каком-то месяце, так, значит, быстренько открываем 491-е постановление по содержанию ремонта и вставляем в формулу. И у нас получается, что за январь месяц, акт составлен 29 января, значит, что произошло? За это время мы минус, рубль 80, мы можем на 70 квадратных метров родной хатки, там. И больше, там, если надо, там есть на количество дней. И эти деньги нам, разве у нас был перерасчет, когда невыполненная услуга обнаружена? А что требует 491-е постановление? Нет услуги, нет оплаты. Или возврат. И вот эти вот деньги, новые, доходить до 1000 рублей. И вы требуете конкретно, чтобы вам вернули, то есть пересчитали эти деньги. Ну, посмотрите, если у нас, допустим, 400 тысяч стоит сбить крышу со 160 квартирного дома, возьмем 150, 450 тысяч, чтобы проще, да? То на каждую квартиру приходится 3000, да, рублей. Когда у нас сосульки бывают? Вообще они, это вот в чем безумная глупость, вот таких разбивок. Это на все 12 месяцев рубль 80. Они же не пишут, что вот в зимний период столько-то, вот как мы с теплом должны жить, что у нас, значит, должны быть вот так платежи-платежи, а потом, и мы ничего не платим. И опять деньги копим. Опять-то. Это уже ничего нет. У нас все, как бутерброд с солью, равномерно присыпано расходами. Значит, получается, рубль 80 на сколько месяцев? Минус ту дату, где уже не исполнили, если это заактировано, то есть висит на официальном сайте. Потому что там есть такое исполнено тогда-то, а все остальное время они ничего не исполняли. Вот что такое умение пользоваться структурами. И вот что такое умение пользоваться чужими актами, не обязательно мы. К форме актов ГЖИ мы не придираемся. Это не наше дело. Написали, и хорошо. Оштрафовали, и прекрасно. Осталось только озаботиться тем, чтобы этот штраф не был выплачен из содержания ремонта. Ну, это отдельно, кстати, это уголовное деяние, чтобы узнали. Это очень легко проверить. Не знаю. Придет Леоненко и расскажет. Мне не буду я вдаваться в такие тонкости. Вот, предписание из чего выплатить. В основном это наказание прямо на зарплату сотрудников и должностных лиц. Потом можно писать запрос. Прошу сообщить, из каких средств. Они все планово убыточные, не все штрафы есть из кармана руководительной организации. Это святое. Пусть представят. Это бухгалтерская отчетность и документы строжайшие. Пусть это... Понятно. Итак, то есть любой акт, обратите внимание, какие свойства акта. Первое. В акте должно быть основание. То есть вот разрыв трубы, да? Ну, вот второй акт. Основание какое? Звонок в диспетчерскую. Номер такой-то, жилец такой-то, диспетчер такой-то, да? Мы же, когда звоним, нам обязаны сообщать это. Ну, они, правда, говорят... Диспетчер, да, я иногда слушаю вас, и я думаю, боже мой, какая же у него фамилия эта. Основание, понятно, да? Первое. Комиссионность. Даже если слесарь прибежал, он потом звонит бригадиру, правильно? Ну, когда залило, уже приходит кто-то, или там, ну, пока они там крутят, или вызвали аварийщиков. Значит, второе. Комиссионность. С присутствующими. Никаких тайных походов в подвал ползком, закрывшись изнутри на двутавровую балку, не пойдет. При комиссиях присутствует обязательно кто-то. Мы, соседи, да, в случае ревизии КАС, кроме главного бухгалтера, представители тех, кто вопрос этот поставил. То есть представители общего собрания, совета дома, да? Я вам скажу еще и почему. Немало случаев, что когда начинают проверять, совершаются такие действия для неискушенных людей, совершенно непонятные. Ну, вот вы входите в эту комнату, куда вас не пускали три года. Вот так. И там, дайте, Марья Ивановна там, ну, приготовьте. Она начинает очень странный действие. Она что-то вынимает, куда-то перекладывает. Она... А ревизии проводится, нельзя ничего трогать. Это первое правило. Все, что не ревизуется, сейчас же опечатывается. Вот сегодня, вот пришли пять шкафов. Ну, можно за один-две день пять шкафов? Нет, нельзя. Какое начинаем? Вот начинаем с этого шкафа. Остальные должны быть немедленно опечатаны. Вот он просто действует, чтобы вы понимали, в чем вы присутствуете. Они должны быть опечатаны, и вот при вас должны начинать с первой или с нижней полки вынимать. Это оглашается папка, номер, название такое-то. Это вообще целое дело, по большому счету. И там дальше уже целая процедура. Сейф скрывается. Что в нем тут же, опись составляется. Какие там лежат документы. Вот. Или ничего не лежит. Или, как у моего заведующего кафедры стройматериалов, всех архитекторов учат стройматериалом, значит, уже покойным профессором Вознесенским. Меня взяли на два месяца лаборанткой там дать мне подработать, значит. Ну, и я пришла, что-то такое из лаборатории, а он мне говорит. А, он говорит Должику, доценту. Володя, ты вообще как себя чувствуешь? Он говорит, неплохо. Отлично, сказал, профессор открыл сейф, и я увела там бутылку коньяка, которую вытащил. Я на первом курсе из порядочной семьи я была в ужасе. Страшно застеснялась и ушла. Ну вот, такие находки возможны, вообще говоря. Так, и обязательно число, месяц, год проведения. Хоть 20 раз писать, если день за днем идет, каждый акт. Потому что есть сводный акт. А вообще, в старое время актировалось каждый. Вот пришли с утра, да? Новый акт, новый акт. Никаких этих. А потом сводный. Ну и в трех экземплярах, не менее четырех, в зависимости от числа комиссии. Каждый из член комиссии имеет право на свой акт, чтобы вы знали. Приложение. Объяснительная записка кассира. На одном листе, в одном экземпляре. То есть он объясняет, куда делись деньги. Подписи. С актом ознакомлена важнейшая подпись, примечание. Это виновное лицо, пишет. Дело подпись, дата. Остальные члены комиссии получают на руки. И на их каждом экземпляре написано, с актом ознакомлено, с актом ознакомлено. Понятно, да? На каждом. Каждый из вас получает тождественный акт. Это, кстати сказать, относится и к заливу, выпадению окон и стен там. Понятно, да? Нельзя, чтобы у них только на руках был экземпляр. Все экземпляры должны быть тождественны. Так, кроме актов, что у нас еще есть интересного? Замечательный... Да, немедленно переходим к последнему документу, который нас очень интересует. Он называется тоже акт. Сейчас я его найду. Двенадцатый номер, ищите. Нет, двенадцатый – это телефонограмма. У меня должен быть акт... Тринадцатый, да? Куда я его делаю-то? Что такое? А документы, которые мы выводим из оборота, акт... Кто бы мне... У кого? У меня что-то нету тут. А, форма акта об выделении документов к уничтожению. Есть? Казалось бы. Ну, какое нам до этого дело? Огромное. Не только, потому что фальшивые собрания, да? Фальшивые ТСЖ. И это якобы хранится в управляющей организации или в управе. А когда вы требуете, выяснилось, что... Что произошло с документом? Залив, пожар и крысы. Да. Все, все, съели, значит, что только можно, да. И второе, поменяли ГБУ на ГКУ, пропали все документы. Идете в суд, МФЦ представляет в суд оборотную ведомость. Вы живете с шестого года или вообще с девяностого... С одиннадцатого года. А остальное где? А у нас нет. Как не? А где? Потому что они уничтожены. Причем зло намеренно. И долгое время эти товарищи считали, что они тем самым, в общем-то, как выражаются бессарабские евреи, делали нам химены куры. Ну, в общем, дурака вам показали. Однако ничего подобного. Если у тебя что-то произошло с документами или истек их срок хранения, закон предписывает составить акт о выделении документов к уничтожению. То есть вы пришли утром на работу, боже мой, внизу прорвало трубу, и архив залит. Что с ним делать? Это в представлении несчастной узбечки, приехавшей сюда зарабатывать деньги из высокогорного аула, это просто надо все подобрать, стараясь не намочить подол из шальвары, и выкинуть на ближайшую помойку. А в представлении горожан и тех, которые, вообще говоря, за деньги работают вот в управляющих организациях и где бы то ни было, необходимо составлять акты о выделении документов к уничтожению. Это обязательная форма. Нет акта, есть подозрения на хищение, на злоупотребление должностным положением, на халатность, на что хотите. Что же это за акт? Это замечательный акт. Ну, составная часть закона об архивах в Российской Федерации. И там наименование организации, акт, номер такой-то, где составлен о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению. И вот опять на основании чего? И тут получается, что нужно писать, что это акт обследования, ну, вот этого вот, подмокшего всего, что на основании акта или актов, номер таких-то, таких-то, подлежат в связи с невозможностью дальнейшего хранения следующие документы. А до этого, вот это так составляется, что папки такие-то, то-то, расплылись, в них было столько-то документов, то-то, то-то, пожар съел, крыса пробежала мимо, хвостиком махнула, значит, яичко разбилось, еще одна папка пропала, и так далее. Вот, и к этому акту и прилагаются основные акты события. И в целом эти акты должны совпадать с перечнем, который вот здесь вот указан в качестве основания. Не потому, что 75 лет хранились, есть такие сроки, и вечно, и истек срок, а потому, что произошел залив, пожар и набег, крыс подсюг из пустын Средней Лазии. Они все сгрызли. На этом основании отобраны к уничтожению. Здесь, как не имеющие научно-исследовательские ценности, утратившие практические значения документы. Так вот, научно-исследовательскую ценность, мы в это вычеркиваем и пишем, как утратившие практическое значение документы фонда, а фонды есть, представьте их название, даже в управляющих организациях. Вот эти шкафы, БУХ документы, да, вот это БУХ, а это там, не знаю, учетные, а это отдела кадров, а это вообще видеотека. То есть здесь просто все перечисляется, и дается форма. Заголовок дела, или грубовой заголовок, БУХ документы, и управляющая организация, Тимирязевская, там, да, за такой-то, такой-то год. БУХ документы, снова, снова, снова и так. Да. Вот этого никогда нет, потому что есть хищение и старательно скрываемые преступные деяния. И это доказательство того, что-то, очень косвенное, что отсутствует, то есть эта документация преднамеренно уничтожит. Этот акт, вот эта форма, она очень сильная, когда их спрашиваешь в суде, сразу прекратились вот эти разговоры про заливы. Как только юристы стали спрашивать, актик, представьте, пожалуйста, ходатый суд. Суды. Что там произошло? И заодно, пожалуйста, запросите пожарных, потому что там же вы вызвали или нет, а пожарные же составляют, они актируют немедленно. Значит, если пожар, то тут, если залив, кого вызывают? Аварийную службу. Так где эти фиксации? Номер этого самого звонка, кто был, диспетчер, я бы, бригада выехала, где наряд? Наряд же, это же, они едут без наряда, срочно, а то и берут уже с собой. И так, впрочем, представить факт, запросить указанной организации, они пишут, не имели вызова, никогда не вы. Впервые слышим. Как-то это прекратилось. То есть, против каждого такого действия есть совокупность делопроизводственных бумаг, есть специальные делопроизводственные действия, которые сужают возможности вот этих наших простодушных управленцев совершать такие противоправные действия. Ой, иногда исторические. Ну, закон об архивах, она 92-го года, по-моему. Да, а кроме, до этого тоже были, а как же. Все, я нашла свой, как только я закончила. Вот, это акты. Телеграммы. У нас есть с вами что? Образец Телеграммы. Видели, да? 11-й номер. Нашли? У нас тут текст такой, совершенно стандартный, вообще про отгрузку продукции. Но мы про что? Почему нам это нужно знать? Я вам многократно говорила, что вы приходите на прием главе УПРА, вы хотите записаться, вы говорите, что вы придете советом дома или инициативной группой, а вам говорят, нет, не больше двух. Но здесь тактика определенная, она выглядит следующим образом, еще поприпиравшись, вы соглашаетесь, а потом являетесь хором. И когда вам говорят, вам же было сказано, ну, они же... Вы говорите, что вы не имеете права, он обязан с нами разговаривать со всеми. Ну, если, значит, в конце концов, хорошо, заходят двое, а остальные остаются. Один из них бежит на почту и дает телеграмму мэру города о том, что глава такой-то управы или зам администрации районного подчинения даете в область, отказался принять граждан, это же день официального приема, и вы требуете, чтобы он, была проведена проверка и товарищ наказан дисциплинарно, то есть принятые дисциплинарные меры. Это и есть текст телеграммы. То есть, я вам должна сказать, и второй вариант, они иногда убегают, такое тоже есть, значит, день приема, явились граждане, а оно... Я вам должна сказать, что день приема, это святое, административно это очень важно, потому что этот день символизирует единение власти и народа, ее раскрытое объятие, ее невообразимо теплую душистую грудь, и нарушение, я бы сказала, как они друг другу говорят, что ж ты раз в месяц... В Кунгур захотел? В Перми так, хотя Кунгур богатый город, не знаю. Итак, понятно, да? Там декабристы сидели, по-моему, в ссылке. Вот. Значит, этого делать нельзя. Есть вещи, которые бюрократии делать нельзя. Все, точка, это не обсуждается. Вот нельзя в день приема граждан, чтобы были скандалы, недопуски, а тем более убегания в степь. Именно поэтому один человек идет и дает телеграмму о том, что либо удрал, либо не принял, либо препятствовал разговору, хотя уже же были записаны, то есть это пишется. А вот, и по поручению, и дальше фамилии всех, кто явился, такой-то все. Вот какой... Это и есть телеграмма. Это телеграмма. Вещи очень сильные. Потому что вот чё-чё не надо, это чтобы у меня в моем хозяйстве какой-то там мой этот племянник какого-то там дружбана не знал простейших вещей. Чтобы у меня, у вышестоящего, были из-за такой ерунды неприятности. Это очень важный момент. Хотя, возможно, вам кажется, все это ложится в личное дело. Все эти телеграммы с проверками вложатся в личное дело товарища, который вздуман вам отказывает. Именно для того, чтобы пресечь вот эти самые задушевные беседы с коллективом трудящихся на приеме придуманы что? Встречи глав управ с населением. Так вот, одно другое не подменяет. Это совершенно разные вещи. На прием мы хотим, мы идем, восемь нас человек, девять, у них у всех есть залы, где они заседают, где они могут и тридцать человек посетить. А встречи с населением это развлечение 5, 7, 30 человек, которые приходят с элементарными вопросами там просто и там, где ведется отчетность. В общем-то, он как-то там отчитывается о содеянном. Вот это важный такой документ. Естественно, вам даны образцы входящих и исходящих документов, ну все это знают, но на всякий случай все-таки имейте в виду. Что важно во входящих письмах? Это когда мы пишем, конечно, они у нас исходящие, но они для нас исходящие, а для них входящие. Нужно помнить одно единственное требование. Если ваш текст больше 8 строк, вы должны в обязательном порядке слева, посмотрите образец входящего, о рассмотрении заявки на участие в выставке. Видите? В квадратных скобках нашли? Вы обязаны написать здесь слева, на что-то жалуемся. Ну, жалуемся мы на что-то. На что мы? Давайте придумаем, на что мы жалуемся. Ну, вот систематически график подметания у нас, допустим, не исполняется. Не моются окна, не протираются батареи. согласно пунктам таким-то, это в 170-м, и в 4-й, на 101-м, все сидит, да, там прямо. Значит, мы здесь пишем о неисполнении обязанности по содержанию и ремонту МКД. Почему это делается? Потому что если мы пишем выше, особенно там в префектуру, в область или в правительственном примере крупного города, сортируют эти документы вот по этим самым квадратным скобкам. Быстрее пойдет. Ага, эта жалоба это сюда, эта жалоба это сюда. Они не вникают в суть, это все не имеет никакого значения для сортировки. А потом это попадает более-менее по назначению. Понятно, да? Вот, имейте, пожалуйста, в виду. Дальше. Да, забыла вам сказать. А, у нас, кажется, это есть. Акт, что он должен иметь номер, я вам говорила, да? Каждый акт должен иметь номер, дату. А то вот тут передо мной замечательный акт оценки качества работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту жилищного фонда. номера нет. То есть БН. И дальше сразу, вот не успели даже в текст читаться, по техническому обслуживанию нет такого вида работ и услуг техническое обслуживание. Вот с этого, понимаете, у нас какие виды ремонта работают? Содержание и ремонт. Значит, согласно закону, все, что не поименовано в соответствии с требованиями закона, исполнению не не подлежит. Они что, за 20 лет не усвоили, что название уже нет такого технического обслуживания, я не понимаю. Они что, молотком по стенам, что ли? Город Москва, даты нет, февраль 16-го. Мы ниже подписали, главный инженер ГБУ жилищника Бурчевского района, начальник участка, представитель жилого многоквартирного дома в составе настоящий акт, что оценка работы инженерного оборудования, сроков ликвидации аварийных ситуаций и выполнения заявок населения выполнены полностью в срок. Претензии по объему качества и срокам оказания услуг не имеется. Гениально. В этой маленькой корзинке есть помада и духи, лента, кружева, ботинки, что угодно для души. Оценка работы инженерного оборудования. Так. Это одно. Сроки ликвидации аварийных ситуаций. Это совершенно другой вид. И вообще, что это такое? Выполнение заявок населения. Это вообще третье. Все в одну кучу и не имеет него. Выполнение текущего ремонта. Услуги выполнены. Какие услуги? Когда? В какой срок? Претензий по объему качества и срокам не имеется. Оценка технического состояния жилых зданий за прошедший период. То есть за февраль. Хорошо. Вообще-то у нас оценка создадут творительную, но как это за февраль? Здание, это не такая штука, которая за месяц есть, что-то вообще происходит. Это просто бессмысленная фраза. Кроме, конечно, вот тут вот в интернете появилась петиция из города Волгограда. Товарищи просят расселить их из дома. А у него, значит, такой дом, у него отвалилась часть наружной стены из белого силикатного кирпича. Но когда она обвалилась, обнаружилась вся подноготная этого здания. Вообще, это просто апофеоз. Обожаю я эти города. Под ними оказалось, значит, вот непонятно сколько этажей. Вот так обвал. Первый этаж. Тут вход в подъезд. Даже козырек. А за ним ну, тут, конечно, груда этого. Все в тычках, то есть огорожено. А тут дальше видно знаете, что это такое? Да, конечно. Дерево. Обшивка. Тут окно. Что это такое? Это бывший барак. Деревянный. Потом пришло время победы полной советской власти. Вспомнил, что в Волгограде тоже люди есть. И обложили пол кирпича. Значит, делаю разрез, как положено у нас у архитекторов. Значит, это был барак с деревянной стеной. Ну, он был, наверное, отца на. И тут обшит он был доской. Тесом. Ну, как это, это брус был. Не, не такая роскошность. Ну, и здесь в пол кирпича построили стеночку. кирпичную. И ее прижали, говоря профессиональным языком, к этому делу. Вероятнее всего, даже и вот этого не было. А была вот эта вот тесина, а тут все засыпное, а тут опять тесина. Нет, этот. Ну, вот как только связи ослабли, так он и. Потому что этот кирпич, он темный вообще. Этот, этот мерзкий материал. Он не понимает. Он, когда на ребре стоит и на высоту, так немножко, метров 6-8, он имеет выкновение так. Ну, давайте попытаемся поставить без укрепления. вот так страницу. Что с ней будет? Ну, вот мы ее, если пристегнем к чему-нибудь, то все будет зависеть от того, насколько крепкие связи. И если это, наконец, дало дуба или хуже, народ обогатился. Что эти мерзавцы тащат в свои квартиры? Стиральные машины, холодильники, да? Диваны из ДСП, шкафы, нагрузка на перекрытие возрастает. И с домом происходит, это же деревянный барак, это вам не вот эти сооружения, в которых мы живем, вот так. Нет, наоборот. Оно растопыривается. То есть это перекрытие, которое было вот таким, оно тоже деревянное, и было врезано в эту засыпку, оно прогибается. И что происходит? Вот оно начинает раздавливать стены-то, эти стены, они не понимают. В строительстве вообще материалы, они такие, если не сталь, как в Америке, то не понимают. На изгиб не работает, на кручение не работает, на звик не работает, ни на что не работает. Работает тут и все. И оно раздавило, а это поднадавило на эту стенку наружную, это пол кирпича, вот это самое. Ну, она и... Они пишут. А, да, туда пришла комиссия, не одна. Конструкторы построили, говорят, а что их расселять? Все в порядке, уже все рухнуло. Запомните, конструкторы понимают очень все, просто. Если у тебя есть стена, и она в полном порядке, вот она, и в ней даже есть проемы, и они укреплены, ну, на них такие перемычки, вы, конечно, не смотрите, вы этого ничего не знаете, а мы смотрим. И потом с ней что-то произошло, вот сюда что-нибудь подмыло там, и она треснула, и появилась вот такая трещина. Большая, не думайте. Все начинают кричать, я же хочу, а они говорят, а что волноваться, я не понимаю, уже все, напряжения нет. Все, все, с их позиций, пока трещина не появилась, были внутренние напряжения в конструкции, потом лопнула. И не каждая часть теперь живет отдельной жизнью, поэтому волноваться нечего. Да нет, не нарушено, они говорят, здесь же две конструкции возникло. Нет. Да? Их же не волнует. Вы странный человек. Вы смотрите с эксплуатационных, они смотрят с конструктивных позиций. Что делается в таких случаях? Просматривается, во-первых, решается вопрос основания, надо ликвидировать, а дальше стягивают их между собой. Стягивание строительных объектов в рядовое явление. Вы просто их не видите, а я эти стяжки вижу везде. Они и в 19 веке были, и сейчас. Здесь ничего такого нет, особенно в зонах землетрясений, где трещит. И здесь они как конструкторы посмотрели. Она и не могла работать, эта стена, жить долго, вечно-вековечно с войны. То есть это, наверное, после войны устроили. Ну, у них силикатный кирпич появился уже в 60-е годы. На полный ход работал завод. То есть, 60 лет эта конструкция, ну, 57. Ну, не может она бесконечно стоять, вот это вот, мало ли что там за это время произошло. Вот эти пишут петицию, пусть нас расселят, ну, что дом. Ну, я хладнокровно к этому отнеслась, хотя, возможно, ну, вообще бараки просто деревянные, они расседаются на глазах, потому что выработан эксплуатационный срок, потому что мы льем воду туда. Дерево этого не понимает, оно гниет там. Такая вот история. К чему я это рассказываю, я забыла. Вот. То есть, вот такой акт, который по оценке качества не имеет просто права на существование. Вы меня понимаете? Это никакой, это образец. Не-не, это просто у нас... Значит, это к сведению тех, кому принесут такой акт подписывать. Значит, первое требование, акты видовые, то есть, инженерное оборудование, это отдельная строчка, да? Ну, нельзя все вместе одновременно одобрять. Это самое, сроки ликвидации аварийных ситуаций, а что, они были? Они должны быть записаны. И так далее. И так далее. То есть, не позволяйте вот над собой издеваться. Во многом, это формальность, это придумано московским правительством. Зачем? Я не понимаю этого абсолютно. Это они думают, что мы так будем контролировать наши дома. Но если ко мне придут, и я ничего не знаю про первый подъезд, была там авария или не была там авария, меня не извещали, членов совета дома не извещали, чтобы кто-то прискакал там, ну, собственно, на аварию. То есть, это профанация. Вот смотрите. Акты должны быть такими, как я вам говорила. И последние акты. Когда у нас залив, да, и мы собираемся потребовать свиновного лица, ну, или пожар, да, чтобы он возместил нам убытки. Порядок описан в 354-м постановлении. Очень строго. Так, они чаще всего именно его и нарушают. Итак, порядок актирования вот несчастных этих случаев. Ну, это не совсем несчастный случай, там есть виновные лица, но вот залив, пожар. Что у нас еще бывает? Что-нибудь у нас еще бывает? Это вот чуть позже, да, съели микробы. Замечательно. Ай, не могу. Кстати, обнаружение трещин, обнаружение плесени, да? Ну, вот мы сначала такой случай сделаем, еще нет плесени, ничего. Значит, приходишь с работы, значит, с 9-го по 3-й этаж, лопнул накопитель горячей воды, кипятком. порядок там описан, значит, являются они по очереди в каждую квартиру в течение, там вообще есть трех часов, это первичное актирование, а потом, по-моему, в течение трех суток. Ну, когда у тебя 300 домов, понимаете, и течет в пяти, то ты как-то не успеваешь быстро это сделать. Они составляют акт о заливе представителей управляющей организации вместе с потерпевшими или их представителями. И обязательно, вообще говоря, в 354-м, что два независимых лица могут присутствовать, если они не явились. Это правда. То есть имеется в виду, что свидетели должны быть. Вот, а вы их зовете, они не приходят ни на третий день, ни на пятый. Ну, вы сразу на третий день составляете акт самостоятельно с помощью соседей, друзей, родственников, которые случайно оказались именно здесь, проездом в Париж. И пишите, мы ниже подписавшиеся в суток настоящим актируем, что в квартире такой-то на таком-то этаже, в таком-то помещении, то есть в кухне, да, в левом углу, прямо вот так вот, вот, на наружной стене, там, да, протечка, потолок серый, штукатурка серого цвета, темная серого, там, желтая. Почему? Она же мокрая серая, а когда она начинает высыхать, какая становится желтая. Почему? Потому что химические процессы происходят. И арматура еще, ко всему прочему, замокает, и это ржавчина фактически. Дальше. Допустим, они заактировали, но их ремонтники еще не приходят. Как только плесень появилась, немедленно их вызываете актировать. Вот тут они на стенку лезут. Вы их не спрашивая, актируете черную, особенно, плесень. Говорят, это грибок уже, все. Да, то это все плесень. И черная плесень, и только грибок. Высаливание. Вы, наверное, видели белый такой, как будто иний на поверхности. Никогда не виделись. Во-первых, высаливание кирпичной кладки любимое развлечение наших строителей. Мы не можем сделать раствор такой, чтобы он не высаливался. У нас на Кремле вытеки, а не то, что там... Мы неправильно делаем растворы. Мы воруем. Мы делаем, в общем... Вот. И бывает, сквозь штукатурку появляются такие маленькие кристаллики кальция СО3 и всякие там химические просто. Можно соскрести в детский скраб фусков посмотреть. Очень красиво. Там такие кристаллы. Этого быть не должно. Ну, это за счет химических. Тоже актируете вот это вот. Вот. Акты пишутся в произвольной форме, но при этом снова вам повторяют. Тем не менее, там должно быть написано основание. Там должно быть написано, кто все это осматривал. Тут комиссия, а там кто присутствовал, кроме тех вот... Или присутствовали, они могут написать, вот они мимо шли, вы их пригласили, они свидетельствуют об этом, да? И что именно? Все было. Лучше фотографировать. Лучше, чтобы на фотоаппарате была настроена дата цифровая. Ну, в общем, вот. Так выглядят вот эти самые акты, потому что по ним считается впоследствии возмещение убытков, и они же, вы тут же вызываете и страхового агента. Тут происходят чудеса. Страховой агент сам невинным образом спрашивает вас, эксперта вызывать? Ну, тут два варианта. То есть, во-первых, эксперт, которого приглашает страховая компания, никогда не даст стопроцентное возмещение. Ну, во-первых, часть из них это полное разрушение, там, ну, действительно нету стопроцентных. Но если у тебя пожар, выгорело все, так несчастье же не только в том, что выгорело, а в том, что вот эта копоть, которая въедается в бетонную поверхность, она, ее невозможно промыть до конца, и это значит заново там штукатурят, заново грунтуют, то есть, и этот запах, он достаточно долго. Да, проветривают, специальные методы, там, надо в одном конце комнаты нагреватели, тут окна открывать, чтобы холодный воздух беспрерывно нагревает, циркулировал, и он тогда микро, проникает в микротрещины и выбивает вот молекулы сажи, которые пахнут и так далее. Вот, тем не менее, вы можете, либо страховой агент пишет, либо вы приглашаете эксперта, либо их эксперт является мрачным, и возмещение довольно быстро наступает, если вы с ним не согласны, вы им об этом пишите заявление, прилагая документы, что на самом деле штукатурка вам стоила не 6600 рублей, как они вам дорисовали, а 12 тысяч, понимаете, ну, такое. Обычно суды удовлетворяют вот эти вот. Ну, это суд надо дойти, но они и до судов доплачивают, потому что у них сотни тысяч застрахованных, а единицы что-то требуют. Вот. Это то, что касается заливов и пожаров. Ну, что вам сказать? Заливы сплошь и рядом результат халатного отношения к трубам, общему имуществу. Но и, конечно, все-таки это алкоголики, живущие там над тобой, жильцы, наниматели, которых пустили в квартиру, которые вообще впервые в жизни увидели смеситель там какой-нибудь однорычажный и сорвали ему башку. И всякое вот такое. Ну, от этого застраховаться. Вот надо страховаться. Вот, собственно, и все. Акты страховые читать от первой до последней строчки и подписывать все подряд. Если не согласны, пишите на нем. Не согласен с оценкой не согласен там. Понятно. Акты управляющей организации вам обязаны предъявить, вот там их, есть любимая манера. Они говорят, все, через три дня приходите, акт. Ну, правда, когда много квартир, я их понимаю, они набрасывают там. Но вообще это очень зависит от того, как выстроены у вас отношения. потому что вот эти ваши свидетели, они же сейчас это видят, понимаете? А вы через три дня пойдете акт подписывать. Где вы своих свидетелей найдете? Вы их туда приволочете, что ли? Не соглашайтесь. Акт на месте пусть сидят и составляют, чтобы в нем расписались и ваши свидетели. вот вкратце все, что касается наших актов. То есть я что-то к ним вдруг вернулась, а на самом деле мы с вами занимались сходящими и сходящими письмами. Как будто все. Теперь по поводу ролевой игры. Я думаю, что нам надо в четверг сыграть но вот во что? То ли нам сыграть в переговоры, то ли и в переговоры, и в визиты к префектам, главам управы, там, не знаю, в управляющую, то ли устроить совещание между... Сегодня уже все, мы уже сидим в Та... Нет еще. Я предлагаю в четверг вот эти три позиции, я думаю, успеем. Пролевой знание у нас ставки. Вот. Мы можем разбиться на несколько команд, как всегда там. И, значит, берете с собой образцы, потому что там вам придется писать. и поэтому будете обязательно забывать, если перед лицом не будет, вот эта обычная история, все вылетает из головы. Значит, вы согласны, чтобы у нас была ролевая игра? да? Ну, вот я говорю, у нас будет три темы, да. Ну, обычно мы там объявляем, но вообще, в принципе, у нас получается тема это совещание с управляющей организацией по несогласию с ценой содержания ремонта. Мы можем, или, если хотите, оценка качества текущего ремонта там. Может, они его и не провели даже толком. По текущему. Так, содержание и текущему ремонту. Это одна тема у нас будет. Дальше. У нас будет обязательно отчет главы управы по благоустройству и вообще управлению домами. Мы приходим на этот отчет и должны сформулировать несколько вопросов. Ну, потому что, во-первых, в Совете депутатов, извините, в Совет депутатов обязаны в них, можем в Совете управляющей организации обязаны отчитываться изугодно. Вы в курсе вообще? Во-во-во. Вот. Вот. Печатают мне они. Вот пусть вылезает на кафедру и отчитывается. А мы, жители, которые имеем полное право присутствуют, да? Можем сформулировать, вот думайте, у вас будет время на занятие сформулировать вопросы к ним и к депутатам. А депутаты, они отчитываются где? Так вот туда и надо. Туда и надо ходить. Оттина. Туда и надо ходить. Вы не ходите в... А никто? Это их обязанность. Они зарплаты выбили себе, потому что они доказали, что они будут принимать дома качеством. И где эти депутаты? Вот спрашивайте, вот ваш дом каждый год принимается качеством работ. Это же отчет управляющих организаций перед ними. И вот где ваш депутат был? Вы напрасно туда не ходите. Они поэтому... А вы говорите это очень высоко. Это и есть самое главное. бюджетное. Ведь вся субсидия дается, это бюджетное, потому что подписываются липовые объемы работ, и им доплачивается с 24, ну, 25 рублей, вот разница, в 12 рублей, сейчас в 9, что ли. Вот. Это субсидии гигантские на миллионы квадратных метров, а вы не хотите с них спросить. Вот. Вопросы давайте. Наши или... Сейчас. Марина, подвиньте, я сяду, я устаю немножко. Вопросы Татьяна, на такой вопрос. Значит, вот я хочу промоделировать ситуацию по первой части вашего выступления. Это по поводу, значит, вот, значит, общения на собрании собственников по выявлению полномочий тех людей, которые пришли, представители. Ну, вот, возможно, такая ситуация, что управляющая организация решила предоставить, значит, провайдерам бесплатно, значит, площадь общедомого имущества. И, естественно, выступают в качестве, значит, инициативной группы вместе с ГУИСом, или, как он сейчас, государственное казенное учреждение. Ну, да, мне удобно ГУИС говорить, если позволите, да. Вот, значит, на общем собрании, так сказать, выбирается, естественно, выбранный заранее уже председатель собрания, и так далее. Значит, у меня вдруг возникает вопрос относительно полномочий представителей ГУИСа. Я задаю вопрос относительно того, что, а какие вот у вас, так сказать, документы, подтверждающие правонучие вашего присутствия. Мне, может быть, представители собрания говорят, вы знаете, вот мы провели, так сказать, все это дело, посмотрели, все в порядке, и ничего мне не дают на руки. Какие, так сказать, последующие действия будут? Вот, вы спрашиваете, где и когда они это провели, под каким ковром, с помощью какого, что вы спрашиваете, значит, если все в порядке, продемонстрируете, почему мне отказываете? в том, чтобы я ознакомился с их полномочиями. Перечислите их полномочия вслед. Это первое требование до всех заявлений. А вы, потому что, а что вам на это могу сказать? Мы доверяем? Вы говорите, я не доверяю. Это где-то найдет отражение? Требуйте, чтобы это было занесено в протокол. Это должно быть занесено в протокол. Ходите с диктофоном. Понятно. Второй вопрос. Значит, в 354-м постановлении правительства записано, значит, в случае нанесения ущерба общему имуществу собственников, то управляющая организация составляет протокол, в том числе и по этому аспекту. Я во время залива обратился в управляющую организацию с просьбой представить мне акт, составить акт относительно того, что залив произошел не в моей квартире, а на лестничной клетке. На что управляющая организация мне ответила, что мы составляем эти все акты только лишь в случае залива у собственников. Песня на ответы? Нет, конечно. Я не обсуждаю устные ответы, но я не понимаю вас. Сколько будем учить? Нет, они молчат просто. Молчат? Общите жалобу в департамент на них. Что же молчат? А почему же вы говорите, что они отвечают, что только на жилые квартиры? Так что реально происходит? Реально никакого ответа нет. Как давно это? Ну, где-то летом был, залив был где-то в июле месяце. Да, не только сделайте, потребуйте перерасчет на все это время. Потребовал, ничего не делаю. Подавайте в суд, подавайте префекту, требуйте, напишите, у них лицензия есть, напишите жалобу. А префект может на них нажать? Ну, там же есть отдел, который занимается контролем для ЖКХ. Вот, и вообще это, ну, это просто нет, тут нет никаких проблем. Это общее имущество, это нарушение. Требуйте, чтобы вычли из вашей оплаты вот эту полную сумму, а если нет, подайте в суд, там будет мировой судья, и пусть требуйте, чтобы суд разрешил этот вопрос, а именно был представлен отчет, акт об этом самом испорченном общем имуществе, так как лестничные клетки это общее имущество. Если и наказаны виновные лица за халатность и за неисполнение и обязанностей своих прямых и препятствования вам. Так, еще вопросы. Я. Да. У меня два тоже вопроса. Работала комиссия по системе ДУ и ППА. На первом этаже вы расшифровываете люди. Система дымоудаления и противопожарной автоматики. Открывают шкаф со шлангом, он не прикручен в соответствии с техническими требованиями. Пока обходили весь дом, там быстренько пришел, прикрутил его там какое-то человечище, и в итоге в акте попало, что все хорошо и все на месте. Вот является ли это нарушением, надо ли было вносить как нарушение? Должно было быть записировано, что в таком-то там шкафу тот в таком-то состоянии, и что неисправность устранена в процессе обхода. Вот такая запись, можете дописать это в акте. Вот, и по поводу видео и аудиофиксации работы комиссии, очень часто представители органов власти и системы ЖКХ говорят, что я возражаю против введения акта. Это его право возражать, а вы снимаете. Ну вот, чем я мотивирую? У меня пару раз просто пытались диктофон выдрать и... Диктофон вызывайте полицию, предупреждайте их, что сейчас вызовете, уроните диктофон, и 17 тысяч его проблемы. Сразу ручки как-то отдергивают. Это первое. Второе. Нет, конечно, вы полное право имеете фиксировать. Они находятся на рабочей проверке, и это аудиофиксация их действий. Что это за новости? Они не у себя на вечеринке. А когда мы приходим, например, на прием к главе управы или в управляющую организацию, то есть это тоже наше право ввести под видео, аудио... Не могу вам сказать. Надо поставить положение. Я сейчас помню, что в этой видео ведется, и, по-моему, не имеют права препятствовать. Представьте положение об управе. Вот. Там все это. Но вообще это запретить нельзя. Ну, так вот вопрос о том, законно ли это, или нет. Нет, а можно, я не вижу здесь... Еще раз вам повторяю. Здесь принципиальным является то, что они находятся в рабочих помещениях во время исполнения своих должностных и рабочих обязанностей. Поэтому они не представляют собой отдельный работающий патронный завод, секретный, на котором мы не допускаемся. Это люди, нанятые для исполнения обязанностей для нас. Их работа, это работа в прямом смысле слова, на нас. Поэтому фиксация хозяевами действий лакеев не запущена. Я думаю, ссылка на Конституцию тоже не помешает. Мне вопрос можно задать? Да, конечно. Правом, очень ли Совет Дома выдавать доверенность не собственнику, но живущему в этом же Доме, представлять первый совет дома в различных организациях. Второе, представлять интересы одного из собственников этого дома тоже перед всеми организациями. Не собственник должен получить доверенность, чтобы представлять интересы первого совета дома и второе одного из собственников. Совет дома, не знаю, зависит от того, что именно они ему доверяют. Ну, разумеется, будет указано в доверенности. Нет, я так не понимаю. Но это, есть, во-первых, 161-я прим статья, там написано, что имеет право делать Совет Дома. Это первое. Второе, граждане могут выдавать доверенность кому угодно, в рамках закона. Но как они это будут удостоверять, я не понимаю. А результаты через нотариуса или все-таки Совет дома может выступить власти доверителя? Я вам еще раз повторяю, не понимаю я вообще таких действий. Надо знать, на какие действия. Это абстрактный вопрос, ни к чему. Понятно. То есть, конкретно можно указывать... Не знаю я, я не могу вам ответить. Мне надо посмотреть жилищный кодекс, который вы можете посмотреть. Понятно. Вот, наверное, так, наверное, и следует рассматривать этот вопрос. Спасибо. Нет, здесь есть письменная уполномочия на совершение сделки представителям. На совершение сделки представителя может быть представлена непосредственно третьему лицу. Можно выдавать, кстати, доверенность от лица нескольких лиц. Вот, это письменная уполномочия, выдаваемая одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами. То есть, можно, но это в простой письменной форме доверенность выдается, но фамилии подписи необходимо заверять. Не обязательно, мы на месте обучения, работа, учеба, там тоже руководство заверяет. Вот, воинской части, главврачи больниц, все они обладают правом заверении. Вот, я, собственно, не понимаю, там есть какое-то, что-то там совет дома может, но что касается другим лиц, другому, вместо собственника, что именно совет дома? Представитель от собственника, вот, например, я не живу в этом доме. Да, так это совершенно, сейчас это только нотариусы, все, кончилось, брат, если представитель собственника выступательной, да, доверенность оформляется исключительно нотариально, кончилась лавочка, когда один за другого писал, и председатели, кстати, кооперативов, которые отбирали по 30 доверенностей и голосовали ими, это никогда не было законом, потому что он заинтересованное лицо. Можно вопрос, да? Татьяна Осиповна, значит, текущий ремонт, плохо сделан управляющей организацией, заставили переделать. Какие нужно совершить действия, что, да, и в заявлении написали, что за счет управляющей, за счет средств управляющей компании, что нужно сделать, чтобы узнать, этот дефект исправили за счет средств управляющей компании, или все-таки за счет... Это вопрос не ко мне, а к Игорю Леоненко. Кто-нибудь знает, потом скажите, пожалуйста. Не надо, надо спрашивать специалиста. Для того, чтобы выяснить, зачем это сделать, надо спрашивать аудитора. Будьте любезны, как вести себя с Советом депутатов, если администрация поручила Совету депутатов утвердить, исключить ЖСК из постановления о капремонте. Дело в том, что они сделали поддельную эту самую экспертизу вместо нашей. В нашей написано, что перержавели сварка во всем доме на 30-50%. Дом аварийный. А администрация его исключила. Но деньги, которые нам выдали на ремонт дома через министерство, потому что мы туда отвезли экспертизу эту страшную, оно выделило нам на ремонт 29,5 миллионов. Страшный дом, он рухнет не сегодня, завтра. Когда эти деньги увидела администрация, она решила пересмотреть, исключить наш дом из постановления о капремонте, а раньше было это постановление, но пошли деньги, все изменилось. Деньги исчезли, и утвердила это совет депутатов, куда обратилась администрация. Мы запросили протокол этого заседания, нам дали, и там написано, что представитель жилищной инспекции потребовал исключить дом ЖСК, ему не положено вообще никаких денег из бюджетных денег. И попросили этих самых депутатов утвердить исключение нашего дома. Они исключили. Как теперь за них взяться? Они же не видели и не смотрели настоящие экспертизы, ничего не обследовалось, деньги исчезли, тоже не хотят ничего делать. Вопрос здесь в том, имеет ли право кооператив на бюджетные средства. Это только судебное и трудно сказать. нужно обращаться и в правоохранительные органы, и надо было через прокуратуру протестовывать решения Совета депутатов в первую очередь. и вообще определяться с этим. Любой дом все равно попадает у нас под капремонт. То есть это вопрос прежде всего деньги должны были быть возвращены в министерство. Они хитро написали, что распределить их на другие домах за ремонт. Да они кто они? Не имело права, это не их деньги. Ну и что они делили чужие деньги? Мое бриллиантовое колье они подают. Нет, вы же все прекрасно сами знаете, здесь не на что отвечать. Это вопрос министерства, которое бюджетные деньги не сберегло, и это незаконное решение должна протестовывать прокуратура в обязательном порядке. Все. И снова начинать все сначала с капитальным ремонтом. Так, все нет ни в главу больше вопросов. Вот тут я не поняла, Ольга Романовна, Базуева, то есть когда и где управляющая организация отчитывается перед депутатами, где найти эту информацию? Ну, повторите, пожалуйста. Ничего не могу сказать. В Москве отчитывается, потому что, по-моему, в этом самом, в 131 законе есть об основах местного самоуправления, что отчет обязателен перед советами депутатов. В может быть, в жилищном это первое. Второе, вот этот перечень, кто отчитывается, он, вообще говоря, утверждается самим советом депутатов, и вы должны требовать это. У нас один год взяли и пропустили. Но мы тут же написали на них жалобу в прокуратуру, и в этом году уже будут отчитываться. То есть, этот объем, он, они отчитываются обычно органы МВД, находящиеся у нас на нашей территории кусок Кузьминского парка, отчитывается дирекция Кузьминского парка перед нами. Вот, вот жилищные организации, вот, и по благоустройству отдельно. А, они выкинули жилище и оставили только благоустройство. О, вспомнил. Да, перед муниципой. Это вы совершенно разные вещи. Не надо путать. Отчеты управляющих организаций вывешиваются на официальных сайтах управляющих организаций и в государственной системе есть специальный федеральный гигантский сайт, где каждый дом страны есть со всеми данными. Это первое. Вот, если нет, это основание для штрафов, либо для лишения лицензии, если это злостный характер носит. Это один вид, это ежегодные отчеты, уже давным-давно положены ежеквартальные, они и этого не делают. Вот. А второй, это отчет перед советом депутатов о деятельности управляющей компании за год. Это управляющие компании отчитывают перед депутатами. Да, ну что же вы главу управы спрашиваете про совет депутатов? Обычно в первом квартале все отчеты. Вот-вот кончатся, 31 марта. Так. Какой совет депутатов? Почему? Вы спросили? Нет, ну опять у нас все говорят. Напишите. Татьяна Владимировна, я сейчас могу сказать, вот извините, можно я расскажу. Вот Геннадий Алексеевич, Каратаев, которого вы прекрасно знаете, услышав первый раз лекцию Татьяны Иосифовны, и причем ссылку на закон, да, он пошел и вообще начал выяснять поиск концов, да, он нашел их, и депутаты действительно удивились, что там ни отчетов, ничего нет, и после этого муниципалитет, я так понимаю, начал немножечко работать, депутат муниципалитет. Поэтому то же самое в принципе жителям можно посоветовать идти, искать своих депутатов, которых они выбирали, да, и говорить им, вот у нас перед вами отчитывается управляющий организаций или нет, вот у вас есть жилищный кодекс, вот у вас есть ваши полномочия, почему вы не выполняете? не первое, там же оценка ставится, удовлетворительный или неудовлетворительный, отчет удовлетворительный или неудовлетворительный, значит, неудовлетворительный надо подавать в департамент немедленно на лишение их лицензии, на внеочередную аудиторскую проверку их деятельности. Нельзя сидеть под лежачий камень, вода не течет, требуйте. То есть, как только люди начнут понимать, что тарифы ЖКХ и содержание и ремонт это выборы, на которые надо ходить и голосовать, вот тогда не может быть задуматься о том, кого они выбирают. Все, вот здесь вот связь ЖКХ и политики. То есть, сейчас власть такова, что она уже, ей не обязательно там ни перед кем отчитываться, да, а как бы другие политические силы типа Яблоко предлагают, давайте избирайте еще кого-то, чтобы была конкуренция политическая, чтобы одни отчитывались, а других, которые не отчитываются, уже больше не избирали. Вот так должен действовать механизм. Это еще называется вообще-то немножко демократией. Каждый депутат имеет право обратиться в совет на любом текущем заседании с требованием включить в план отчет, внеочередной отчет, хоть 5 раз в месяц. Письменно. Причем тут говорю я, письменно, ну что ж вы, ну вот, и что вам ответили? Письменно. Значит, если по закону это входит в их функции, контроль тем более сейчас особенно повышен, значит, надо ставить вопрос о компетенции этого депутата. Как это? Я не знаю, почему? Ты куда? Такого, вы знаете, что я делаю? Да не знаю, с чего вы взяли? Все. Ничего подобного. Это ерунда на постном масле. Так, давайте мы закончим, а потом дискуссию можем продолжить. Трансляцию заканчиваем. Татьяна, здесь еще один как бы текст от Супринка Бориса Николаевича, вы такого знаете, это Воронеж, но здесь нет вопроса. Текст большой, я вот даже не знаю, зачитывать, не зачитывать, без вопросительного знака, я не поняла, к чему это. Я читаю. МКД, законченный кап, законченный капремонтом в Воронеже не сдаются по обязательным актам компетентной комиссии в соответствии с ВСН 42-85. Приложения такие. Сдача МКД после капремонта проходит по актам выполненных работ КС-2 без участия полномочных членов комиссии, ГЖИ, Роспотребнадзора, Гожелой инспекции, представителей водогазотеплоснабжающих организаций, представителей МКД. Эти нарушения ВСН 42-85, которые происходят в результате коррупции в органах власти и бездействия прокуратуры, а эти нарушения происходят в результате коррупции. Минстрой в своем письме от 13 мая 2015 года в адрес Суприн КБН подтвердил, что приемка зданий после их капитального ремонта в эксплуатацию производится государственными комиссиями с последующим утверждением актов приемки в соответствии с ВСН 42-85. Правила приемки в эксплуатацию закончены капитальным ремонтом жилых домов. Все. Я немножко не поняла. Вопросы нет. А может быть, это комментарий. Это ведро строительной нормы на капремонт, а форма у них не на капремонт, а на капстроительство. Ну, хитрецы. И что? Ну, не проводят. Вообще, получается, что они сами у себя принимают, если нет представителей ресурсников и вообще никого нет в этой комиссии. И что? Ну, не проводят. Жители согласны. Остальные... Я не понимаю. Проблема в чем? Капремонт проведен или не проведен, так как комиссия состоит из самих исполнителей, насколько я поняла, да? Значит, и что хочет от меня... Ну, вот я не поняла, Борис Николаевич, у вас не было вопроса, поэтому это что-то типа комментариев. Да нет, но это рассказы мне, человеку, имеющему собственные объекты и работавшей в этой сфере, в профессиональной среде проварившуюся 20 лет, рассказы про то, как ведутся приемки зданий. Я могу вам рассказать, как я... С заваренными дверями, с потерянными площадками входными, с теплотрассой, которая вообще подключена сама на себя, то есть они перепутали и сами ее на себя закольцевали. А что такое? А выяснилось, это зимой. А дом прилет, а народ въехал. Так, друзья, я хочу просто, чтобы мы не теряли время... Представители дома, хоть все жильцы, должны при этом присутствовать. Им выдаются копии надлежащим образом, ну, только что же было сказано про эти акты. Какая разница? Вас учат в форме акта. Ну, ребята, ну, может, мы перестанем тогда, выкину эти лекции к чертовой матери. Вы что ж полагаете, что я эту форму акта приготовила для акта ревизии, что ли? У нас по перечню квалификационному десятки тысяч видов деятельности. Так что, 10 тысяч форм актов это единая форма на любую, в том числе государственный акт приемки этого самого здания, законченного капитальным средством или законченного капитальным ремонтом. Две штуки, и они к каждому ВСНу приложены. Ничем от этого не отличаются. Так, друзья, я трансляцию заканчиваю. Спасибо большое, что посетили лекцию. Наверное, следующей лекции трансляции не будет. Это не лекция, а будет ролевая игра, поэтому москвичей мы приглашаем в четверг сюда и сделаем ее просто в записи. Но транслировать в 7 часов вечера мы ее не будем, потому что там на вопросы из регионов времени не будет. Ну, как-то вот так. И ближайшие лекции, которые мы поставим, вы приглашение получите, как обычно. Все, спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 .